Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1056. События дня. Второзаконие 25.17. Прочитайте сами. Вот оно. Про Амалика. Я специально взял для тех, которые нападают, вот и добивают их за 6 ноября 2018 года. И наше объявление. Евгений пишет. Игнатий Тихонович, я вас искренне благодарю. Дай Бог вам здоровья. Свершение всех поставленных целей. Еще раз огромное вам спасибо. Ибо за что? За что вы его благодарите? Как этот бездомный Иван спрашивал Воланда. А вот так. Я сейчас покажу, за что именно благодарит. Получили от нас посылку. Тут можно было бы сейчас еще увеличить, но я не могу тут сейчас увеличить. Понятно, что. Вот как получили. Рады я мог бы увеличить, я говорю, ну, уже накрыто тут у меня. Не доберешься до клавиш. В Воронежской области получили трехтомник. Полное толкование с откровением Яна Богослова, Новый Завет. Толкование блаженного феофилакта. Лучшего толкования с откровением вместе по святым отцам даже не предполагаю. Тем более, как у нас издано прекрасно. 240 иллюстраций во весь лист. Гестава Даре. 297 комментариев. Ну, все одинаковые. Три тома по 752 страницы. Показать. Благодарит. Мир вам, Игнатий Тихонович. Очень благодарна вам за ответы. Да, над согласием на венчание надо будет поработать. Жить невенчанными – это блуд. У меня еще вопрос насчет молитв. Я просила Господа помочь мужу найти работу. Его уволили по сокращению штата. В Святом Евангелии от Матфея, глава 6, сказано. Молясь, не говорите лишнего, как язычники. Не уподобляйте им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду. Прежде всего, прошение у него. Прежде вашего прошения. Теперь я в раздумье. Стоит ли обращаться к Господу с просьбой о работе мужа? Ведь это земное, а не духовное. За свое здоровье я не прошу, так как знаю, что болезнь моя за грехи. И у меня была травма шеи в прошлом. А вот работа мужу нужна. Мы оба со смирением и терпением носим тяготы наши. Намного легче переносить их, когда рядом Господь. Как мне быть с молитвой о работе? Можно ли просить Господа о ней? Спасибо вас, Христос Юлия. Отмечаю. Можно и нужно. Можно и нужно. А теперь прочитайте вот эти все места из Святой Библии, которые я привожу в доказательство того, что можно и нужно. Вот сколько. Вот эти места все, когда прочитаешь, ты увидишь, что нужно. Владимир пишет. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Расскажите про ваш распорядок дня по часам. Спасибо. Отмечаю. Всегда подъем ровно в 4.40. Мне приходится вставать пораньше на 1,5-2 часа, разобрать почту, ответить и выставить новые видеоролики. На улицу по нужде умыться и на молитву. Утреннее правило. Это мы уже показывали неоднократно. Завтрак в лагерь в Стане был в 8 утра. Дома же смотря по работе. Обычно в 7 утра или еще раньше, чтобы сразу же на работу. Обед 2 часа или в час. Работа, дела, встречи. В 19 ужин легкий. Отбой. Каждый решает сам, во сколько. Общая молитва и кто за компьютер, кто читает или кто что-то делает. На ночную молитву, кто, откуда, когда. Утром, зимой мне приходится к общему подъему затопить печь. Часто заранее уже все позаготовлено. Поставить чайник, вскипятить воду. После молитвы готовится завтрак. Еще один. Игнатий Тихо, объясните мне, пожалуйста, насколько опасно и страшно так называемое ЕСИА. Либо это не так опасно. Так же, допустим, как паспорт или ИНН. Потому что уже как в школе начали давать бумаги и на согласие о регистрации. Я отвечаю. Кому отвечать-то, который задает-то? Ни имени, ни фото. Безразлично. Но они все делают и без нашего согласия. Не греши. Тебе это не повредит. Вот это единая система управления, единая система данных, банк данных. Ну что? Ну знают они. Вот я встал, у них там банк. Да что себя напускать-то? На меня никак это не относится. Правильное сравнение сделали ИНН. Сегодня это пока еще ничего не значит. Придет время, будет значить. А вчера день, чем у меня отличный был от других, тут и Гликерия у Надежды Васильевны. Я его покачал в Аграде. А потом решили пойти на мост, большой Барнаульский мост. Автомост. Нежелезнодорожный. Ну и как мы ходили? Оказывается, температура была 2 градуса тепла. Развезло. Жижа. Я валенка хлюпал, прямо как босиком шел. Ну вернулись, и ни я, ни Гликерия даже не закашляли. На железнодорожный мост сходили, снимали. Ну это у меня появятся данные через несколько, через неделю, допустим. Вот так. Сегодня подкинули материал о том, что болеет Иларион Капрал, первосвятитель Русской Православной Зарубежной Церкви, на его место Балфееву поставить. Ну вот так вот все они в это втянули, а теперь вот у нас средств не хватает, разворовывая, и даже дом содержать. Десятина святая все бы это выставила, взяла на себя. Но раз этого нету, со свящей, значит, дохода не хватает. В Нью-Йорке все же вот такое дело. Ну, как всегда, хочется показать ресурсы. Там мой мир, тут почта. Православная форма Гнатия Латкина, 1600 тем. И вот православный видеоканал «Открытым оком». Ну и наш ресурс большой во свете Библии, православный библейский сайт. Все, однако.